Дорогие мои коллеги, цель моего доклада рассмотреть возможности современной фитотерапии и определить место современного фитопрепаратора Ватинекс в медикаментозной терапии мочекаемной болезни. Итак, фитотерапия. Метод лечения различных заболеваний, основанный на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них. Долгое время фитопрепараты были практически безальтернативными. С развитием химии больше распространения получили синтетические лекарственные средства. Однако сейчас вновь наблюдается рост интереса к фитотерапии. Рассмотрим преимущества фитопрепаратов. Это минимальное количество побочных действий и лекарственных взаимодействий, отсутствие риска дисбактериоза и суперинфекции, возможность длительного приема и многогранность эффекта. Практически все приведенные здесь особенности, может быть за исключением последней, относятся к категории безопасности. Она и является основным преимуществом. Также отметим недостатки фитопрепаратов, и они довольно серьезны. И главная из них нестабильность химического состава. Отсюда следуют большие индивидуальные различия в фармакологических эффектах. Многие современные фитопрепараты имеют недостаточную доказательную базу, что в современных условиях доказательной медицины имеет принципиальное значение. По пути устранения этих недостатков и происходит совершенствование современной фитотерапии. И главное, приоритетное направление – это борьба с нестабильностью химического состава. Многие фирмы не просто делают на этом акцент, а представляют свои препараты как аналоги синтетических комбинированных. В частности, фирма Роу Фарма Сьютиклс, представляя свой Роу Тинекс, уже позиционирует его как комбинированное лекарственное средство, имеющее в своем составе 6 активных действующих веществ – растительных терпенов. Они находятся в определенном соотношении друг с другом, что позволяет добиться дозозависимого и контролируемого эффекта. Препарат обладает комплексным действием – антимикробным, спазмолитическим, диуретическим, противовоспалительным, а также усиливает почечный кровоток. В результате чего удается существенно повысить процент самостоятельно отошедших к комниме чтучника. В отличие от многих других видов терапевтических средств, Роу Тинекс обладает обширной доказательной базой. Его эффект подтвержден многочисленными исследованиями, в том числе и международными. Общее число пациентов, включенных в исследование, в настоящее время приближается к 2000. По данным двойного слепого рандомизированного исследования, проведенного в 2007 году, комплексная терапия, включающая Роу Тинекс, привела к самостоятельному отхождению 80% конкрементов почточника. В контрольной группе этот процент был достоверно ниже – 50%. В 2011 году в Институте урологии было проведено исследование эффективности Роу Тинекс у пациентов, перенесших дистанционную уротеролитетрипсию. Курс терапии составил 3 недели, на протяжении которых у 67% больных было отмечено полное отхождение фрагментов разрушенных конкрементов. В контрольной группе лишь у 23% пациентов было отмечено полное отхождение фрагментов разрушенных камней. Благодаря выраженному спазмолитическому эффекту в группе пациентов, получавших Роу Тинекс, было отмечено достоверное снижение частоты почечных полик. Серьезную проблему представляет формирование каменных дорожек после дистанционной литотрепсии, что в ряде случаев вынуждает проводить повторные сеансы дистанционного, а иногда и контактного разрушения камней. При локализации в нижней третьем речточника на фоне приема Роу Тинекс самостоятельно отходит более 80% каменных дорожек. Сходные, практически идентичные результаты представляет кафедра эндоскопической урологии Российской медицинской академии постдипломного образования. При назначении Роу Тинекса после контактной уротеролитотрепсии у 80% пациентов было отмечено полное отхождение фрагментов разрушенных конкрементов. В контрольной группе лишь половина больных. Как и многие другие фитотерапевтические средства, Роу Тинекс обладает антисептическим действием. Конечно, это действие по силе не соизмеримо с антибиотиками. Фитопрепарат не может вызвать ремиссию хронического обструктивного пилонефрита в условиях неадекватной антибактериальной терапии. Однако при адекватном подборе антибактериальных средств дополнительное назначение Роу Тинекса позволяет практически в полтора раза быстрее купировать обострение хронического обструктивного пилонефрита и достигать ремиссии. На слайде представлена динамика биохимических показателей крови и мочи на фоне трехнедельного курса Роу Тинекса. Достоверный возрос диурез. Вполне очевидно, что достоверность снизилась относительной плотности мочи. Однако реакция мочи и экскреция солей не претерпели достоверных изменений. Это и является основной отличительной особенностью Роу Тинекса от других диуретиков, как растительных, так и синтетических. Благодаря практически полному отсутствию токсичности и побочных действий, Роу Тинекс применяется в детской урологической практике. В группе детей, перенесших длительное стентирование мочеточника в связи с гидронефротической трансформацией, не было отмечено случаев потери функции стента по причине его инкрустации солями. В контрольной группе 25% стентов пришлось удалить именно по этой причине. В заключении отметим место препарата Роу Тинекс в реальной урологической практике. Благодаря хорошей доказательной базе, Роу Тинекс целесообразно включать в формулярные перечни клиник, занимающихся дистанционной литотрепсией, а также оказывающих урологическую помощь детям. В комплексной терапии хронического обструктивного пилонефрита Роу Тинекс выступает в качестве диуретика, обладающего антисептическим действием, способным потенцировать эффекты антибактериальных препаратов и сокращать сроки достижения ремиссии. При необходимости длительного дренирования мочевых путей Роу Тинекс целесообразно включать в схемы терапии, как препарат, препятствующий инкрустации дренажей солями. Препарат назначается по одной капсуле 3 раза в сутки, после дистанционной литотрепсии доза может быть увеличена в 2 раза, по 2 капсулы 3 раза в сутки. В детской урологической практике препарат разрешен детям с 6-летнего возраста, доза наоборот уменьшается по капсуле 2 раза в сутки. Благодарю за внимание.